Леон и Ада. Наверное, один из самых обсуждаемых пэрингов серии «Резидента». С одной стороны, юный полицейский с обостренным чувством справедливости. С другой же, шпионка, о которой вообще мало что известно. Юноша, который всеми силами старается спасти каждого и помочь любому, попавшему в беду. Или же девушка, которая готова предать любого и пойти на всё ради выполнения своего задания. Оба находятся по разной стороне закона. Общего между ними практически ничего нет. Разве что их неравнодушие к друг другу. И уже на протяжении многих лет, сквозь время, они несут себе ритм неугасающего огня. Но не зря говорят, в противоположности притягиваются. Вот и виновники данного видео постоянно пересекаются между собой. Они не пытались намеренно задеть струну души друг друга. Но сами того не осознавая, попали по нужным аккордам. Их судьбы пересеклись на стоянке полицейского участка города Раккун-Сити. Ада отправилась в город для выполнения своего очередного задания. И естественно, карты Леону она не стала раскрывать. Ада не договаривает причину своего настоящего присутствия. А в будущем будет не раз использовать Леона для достижения своих собственных целей. Ада девушка, которая может и манипулирует людьми за счет своего шарма. И использует свою внешность как сильное оружие против мужского пола. Но она не могла предвидеть, что Леон внесет корректировки в ее планы. Леон же накануне расстался с девушкой. И оказавшись в данном кошмаре, просто пытался выжить. В те юные года у него были, так скажем, проблемы с девушками. И он не всегда мог даже заговорить с ними. Леон был рад встретить еще одного живого человека. Ада ему понравилась, и он всячески пытался произвести на нее впечатление. Сама она оценила его возможности к выживанию в лучшую сторону. Но сама она не хотела постоянной компании партнера. И при первой возможности, казалось бы, без причины, сбегала от него. Это поведение в своих неэканоничных книгах пыталась объяснить Стефани Перри. Мол, она специально искала любую возможность, чтобы ускользнуть от Леона. И не успеть к нему привязаться. Ведь в ином случае могла произойти ситуация, что Леон узнает о ней правду, и ей придется убить его. А так она тешила себя надеждой, что он может погибнуть где-то не на ее глазах, и не от ее руки. На тот момент летали слухи, что автор владел какой-то эксклюзивной информацией о персонажах. Но она это опровергла, сказав, что все, что у нее было на руках, это несколько эскизов о персонажах. И статья о создателе игры. Леон же, наоборот, был недоволен, что Ада постоянно сбегает. Ведь он считал своим долгом защищать ее всеми возможными способами, пока носит эту форму. Тем самым произвел небольшое впечатление на Аду. Ведь она понимала, что в его глазах она выглядит совсем по-другому. А также, что не заслуживает любви. Но больше всего ее вело в шок то, что Леон, не побоявшись смерти, спас ее от пули. Но, несмотря на это, Ада все равно, проявляя свой характер и целеустремленность, решает преследовать свою добычу, не оказав заранее помощи Леону. Благо, пуля пошла на вылет. И Леон, скребя зубами, добрался до Ады и помог ей в бою. И тогда она решила отблагодарить его и перевязать рану. Несмотря на то, что она бросила его, он все равно продолжал относиться к ней хорошо и верить ей. Ада начала проникаться Леоном, и ее начала грызть совесть. Ведь она до сих пор не могла рассказать ему, кто она на самом деле, и продолжала врать. До встречи с Адой у Леона были мысли пустить себе пулю в голову и покончить со всем этим кошмаром. Но теперь Ада была одной из нескольких причин, почему ему стоило выжить. И, собственно, поэтому в одном из сражений с Биркином он смог подняться на ноги. В одной из развивых сценария Ада может получить ранильнее, и Леон же отнесет ее на руках в безопасное место. Она признается ему, что хоть они мало знакомы, но его компания ей приятна, и она не хочет потерять его. Эта болезнь, поэтому просто расслабься здесь, в связи с тем, что я не могу. Но... я только дожду тебя с этой болезнью. Иди, спасай себя. Это просто я, или все всегда игнорит, что я говорю? Я сказал тебе, что это мой job, чтобы следить за тебя. Но... ты будешь в опасности, если ты остался с мной. Я знаю, что я только познакомился с тобой за короткий период времени. Но я очень люблю быть с тобой. Я... Я знаю, что я не могу любить кого-то. Но... я не хочу тебя потерять. И просит, чтобы Леон уходил без нее. Но юный полицейский отказывается это делать. Однако, и это не будет причиной признаться Леону во всем. И она в очередной раз будет использовать Леона. Однако, впоследствии выясняется, для чего на самом деле здесь ада. И, к сожалению, не ее устами. Впоследствии она будет угрожать Леону пустым пистолетом. Чтобы тот отдал ей добытые образцы G-вируса. Леон не верил, что Ада выстрелит в него. Да и сама она знала, что не смогла бы этого сделать. Ведь Леон смог коснуться ее сердца. Как и она его. В итоге же, Ада ловит пулью. И далее срывается вниз. Леон же все равно пытается ее вытащить, несмотря на вранье и угрозы. Но безуспешно. Именно в этот момент можно наблюдать страдания Леона от ее смерти. Ведь в оригинале, при данном раскладе событий, она не выживает. Ада! В иной же ситуации, Ада замечает, что Леон оказался зажат в угол тираном. Она не смогла просто игнорировать эти события и позволить Леону погибнуть. Хотя, вполне могла продолжить просто выполнять свою миссию. В итоге, была сильно ранена тираном. Леон же тут же бросился к ней. Она призналась Леону, что влюбилась в него и их губы встретились. После же, а шпионка теряет сознание. А Леон, решив, что она погибла, с тяжелым сердцем, начинает выбираться без нее. Леон, пожалуйста, исчез. Леон... Ада... Леон.. Леон.. Леон... Субтитры создавал DimaTorzok Почти выбравшись на Леона, нападает тиран без ограничителя, но Ада, придя в себя, скидывает ему ракетную установку, но в этот раз решает не светиться и самостоятельно продолжает выбираться из города. Леон не успел разглядеть, кто именно помог ему, но были мысли в голове, что это была Ада. Субтитры создавал DimaTorzok Шпионка, то есть враги. Но несмотря на все это, так было больше вероятности, что они снова встретятся, и она решила оставить все как есть. Но умирающий солдат переубедил ее, чтобы она не пыталась давить свои чувства к Леону и отправилась к нему. Собственно, радиопостановка и заканчивается словами Ады. Леон, где бы ты ни был, я найду тебя. Но есть одно дно. После определенных будущих игр серии, данная постановка теперь не является каноничной. Имеется, конечно, еще и ремейк второй части, в которой химия как таковое между персонажами вообще отсутствует. А их поцелуй выглядит, будто она заткнула рот девочки. Хотя на самом деле это банально поцелуй для манипуляции. Ее падение, ее выживание, ее скидывание ракетницы и характер заслуживают отдельного разбора, который мы затронем в другом видео. И едем дальше. Ада продолжила заниматься шпионажем, а Леон уже после Раккун-Сити завербовала правительство США. До него начали доходить слухи о некой девушке-шпионке, которая работает на Вескера. И по описанию, она была очень сильно похожа на Аду. Но тот отказывался в это верить. Он твердо считал, что Ада тогда погибла. И память о ее любви к ней твердила. Та девушка не могла так поступить. Однако, хотя и на протяжении долгого времени они не встречались, но о своих чувствах не забыли. Ада вновь встретила Леона в испанской деревне и вновь помогла ему спасись от толпы противников. Но пока решила не открываться ему. А после же, когда Леон снова поверил в себя, в очередной раз вытащила его задницу. Сам же он тоже заметил знакомый силуэт. До этого его не покидало дикое чувство, что за ним кто-то наблюдает. Но этот силуэт взбудораживал в его памяти какое-то важное воспоминание. Однако, момент настал. И Ада, как и в прошлый раз, решила открыть себя ему. Леон был удивлен, ведь кого-кого, а ее он точно не ожидал увидеть здесь. Но он держался гордо. Ведь с тех пор он стал намного серьезней и опытней. Однако, это все было только с виду. А все его остальные заботы и даже спасение Эшли ушли на второй план. Чувства волной накрыли Леона. Забыть обо всем на свете и прижать к себе Эйду. Восполнить шесть лет пустоты. Желание утолить жажду расставания переполняло его. Та, которая в Раккун-Сити заполнила его пустоту и являлась своего рода лекарством. Но Ада не дала этим чувствам вырваться на волю. Как в природе, глаза могут сказать намного больше, чем слова. Не разочаровывай меня, Леон. Мы идем разными путями. Покажи мне, как сильно ты вырос за эти шесть лет в нашей разлуке. Ты права, Ада. Среди всех видений в мире, ты самая невероятная. Здесь мы отнюдь не для того, чтобы обмениваться приветствиями. Но губы сказали другое. Но Ада опять же не стала посвящать его в свои планы. По той причине, что за ней наблюдал, так скажем, ее начальник. Который позже посчитает Леона отвлекающим фактором для нее. И прикажет его устранить. Ада же специально будет стараться не попадаться на глаза Леону, дабы их не видели вместе. А если ситуация все-таки вынуждала, то пыталась максимально снизить общительность. И тем самым продолжала врать Вескеру, что у нее не было возможности убить Леона. Однако он берет инициативу в свои руки и натравливает на Леона одного из его старых знакомых. Краузера. Сердце Ады дрогнуло. Ей это дико не понравилось, и она как можно быстрее несется на выручку. Если бы она опоздала, или же решила не дать своим чувствам вырваться наружу, то Леон был бы убит. Дай, комрад! Леон же не теряет надежду узнать больше о ее местонахождении здесь, но в его лице она снова выглядит максимально гордо и сдержана. Как ни крути, Ады доверял Леону и в определенный момент не была готова к агрессии на ровном месте с его стороны. Но он сделал это не просто так. В него в свое время зарядили яйцо Ласплагас, от которого он потом, благо, избавился. Позже она прикрывала его отступление вместе с дочерью президента, когда на тех наступал Седлер, но в итоге сама же попалась. Тут настала очередь Леона спасать ее, и после как в старые добрые времена она также скинула ему ракетницу. Но несмотря на все это, Ада не собиралась отдавать Леону доминантный образец Плаги, и с помощью наставленного пистолета забрала его. Хотя Леон знал, что она не выстрелит. Сам же он верил, что ее мотивы отличаются от мотивов Вескера, и даже несмотря на то, что она уйдет с этим образцом, он знал, что ничего плохого из этого не выйдет. Их пути разошлись вновь, однако Ада не могла же бросить его умирать на острове, и дала ключ от своего гидроцикла, так как она знала, что он в любом случае сможет спастись. Что-что, а она была в курсе, что у Леона есть определенные способности к выживанию, и мозги, которые он умеет применять. Эшли как-то спросил Леона, а кто была эта женщина? И он ответил, что это та часть его, которую он никогда не сможет отпустить. А сама же она как призрак в его сердце. Следующая их встреча произошла в Восточнославянской Республике, где в очередной раз, как правило, выделить нечего, кроме того, что Ада в очередной раз спасает задницу Леона из передряги. Хотя нет. Есть один момент. Ада упоминает некую прошлую встречу ее и Леона, мол, когда они смогут продолжить то, на чем остановились. Это задумка сценариста. По факту, никакой встречи у наших героев не было, и он специально оставил открытое окно для поклонников данной пары, мол, пускай они придумают, что хотят. И они и напридумывали, начиная от просто подержаться за ручку до изучения Камасутры. Из слов Леона можно понять, что он учел уроки с ее постоянными побегами, и на вопрос Хелены, можно ли ей доверять, Леон затруднялся ответить. Также сама Хелена заметила, что к Аде он относится не просто как к подруге. Леон не знал, что в определенный момент Симмон создал двойника Ады, и сам-то его не понимая, вступил в схватку с Крисом, ведь Крис хотел ее убить. А сам Леон настолько дорожил Ады, что был готов пойти против, так скажем, брата по оружию, с кем когда-то он нашел очень много общего. И даже слова Криса, что Ада была виновата во всем происходящем, не дали нужного результата. Хотя сам Леон был уверен, что она ни при чем, и во всем виноват другой человек. Но при этом знал, что она работает на Нео Амбреу, и не хотел давать ее в обиду. Крис? Нет, не она. Это Симмон, Симмон, Симмон. Я лошу все мои люди, потому что она! И я лошу 70,000 людей, including президент, потому что Симмон. Она работает на Нео Амбрелла, ты знаешь, что это значит? Да, я знаю. И ты все равно защищаешься к этой женщине? Я лошу. Сама же Ада до бомбежки Ракмун-Сити работала с Симмонсом, но после разорвалась с ним отношение. Однако тот привязался к ней и Леон дал достойный бой Симмонсу и словесно дал понять, что не собирается ее отдавать ему. Симмонсу. Симмонсу. Если ты действительно Ада, я знаю, что ты можешь пройти это. Вы both can. К сожалению, на этом взаимодействие виновников данного видео заканчивается. И складывается впечатление, что их одновременное появление на экране нужно только для того, чтобы подразнить фанатов, как бы это ни звучало. Но их отношения не получали развития с того момента, как появились. Многие смирились, что их отношения – это проходняк, который породил еще в придачу кучу мемов. А некоторых даже тошнит только об одном упоминании Леона и Ады. Некоторые даже переворачивают характер и действия Ады в пользу ее карьеры, мол, Леон ей вообще никогда не нравился. Но так или иначе, эта парочка остается знаменитой, и многие надеются, что их отношения получат логическое завершение. А как лично вы относитесь к данной паре? Стоят ли они друг друга? Или же хотите, чтобы этот союз никогда больше не получал продолжения? Всем спасибо за внимание. Ролик был сделан по просьбе подписчиков и, честно говоря, я сам не совсем понимал, какую идею хочу продвинуть, ибо сам я не дрочу на эту пару. Не забываем лайкнуть данное видео, говорил Найлас Крайк и до встречи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!